Мой бригада Чайка предоставляет следующие услуги Демонтаж любых конструкций Натяжные потолки Восстановление наклонов комнат после баттлов в Дерри Шли Смотрите! Смотрите! И это у них швы! Пол вот так вот ходит! Добрый вечер! Строительная бригада Чайка! Знакомьтесь! Сергеич, Дмитриевич, Эдуардович, Степаныч и наш прораб Потапыч! Кстати, где он? О! Песок подвезли! Очень смешно! Христос воскрес! Воистину воскрес! Я вижу все тут! А где этот ваш этот? А, Миш! Ну что ты не носишь мой подарок? Ну красиво же! И удобно, и безопасно! Издевается над парнем! Вообще, как мы с ним работаем вообще? Я не понял, у тебя какие-то проблемы? Послушай сюда, еще раз ты что-нибудь скажешь, я тебе просто порешу, опа, какая телочка пошла, я бы одна, тыры-пыры, одна, ай! Блин, только думал, нормальная жизнь началась! А, ну что ты? Встань на место ты! Слышь, ты вообще где работал до нас? Во второй бригаде! А, во второй бригаде! Ты что, знаешь кого-то из наших? Не, из ваших я не знаю никого! О! О! А ну идите сюда! О! О! Вот! Вот! Вот как штукатурку надо класть! Я вообще чувствую себя как на стройке! Почему? Потому что он кран от строителей, и обязательно должен быть какой-то малой! Мальчик! Ты что сидишь без каски? А ну вот одень, как дядя! А, это не каска, извините! А! Пойду Каменских замучить! В смысле? В смысле щебень закажу! Так, Сергеич, ты за главного! Стойка часто держала в страхе! Мы ходили под плитами гордо! Жили только ради халтуры! Это нас задолбало по горло! Не теряли ни капли, ни грамма! Что пролили, то наверстали! Скоро новая в жизни программа! С мужиками мы так порешали! Рассвет! Еще до него далеко! Прораба нет! И значит нам будет легко! Цемент! На стройке неровно лежит! Мужики! Багажник открыт! Ипа, 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 перла! Ипа, перла! Чеф, чеф, чеф! Ну что, Сергеич, ты за главного давай объявляй! Там, короче, Петрович как... Он как въех... Как при... Как заеб... Этс... Короче, Эдуардыч объяви, что-то у меня не получается! На стройке! Шо, Сергеич, как жить, как семья? Да нормально! Шо, сын твой? Да в пятый класс уже пошел! О, здоровяк! Шо, Сергеич, перекурим? Давай! Абедитовый лечит! А сейчас покажем, как Степаныч со своей дочкой гуляет! Пап, а почему солнышко светит? Почему земля круглая? А сколько стоит вино? 50 гривен! А почему птички летают? А сейчас вспоминаем, у всех было, когда ударился, и тебе одновременно и больно, и смешно! Степаны, что ты ржешь? Ты из окна выпал! Ну так себе обжить продлевать! Как известно, самый популярный фильм про стройку, операции «Ы» и другие приключения Шурика. И мы представляем вам свой вариант. Мужики, может не надо? Надо, Лешенька, надо! Ну давайте по-хорошему, мужики! А ты не бойся, это не больно, словно монатик укусит! А, тетя, мужики, ну вы же сами себя плохо делаете! Вы сейчас напьете мне, я буду потом на каждой команде вставать! А ты и так на всех встаешь, ничего не изменится! Ай, я бою, я бою! Мужики, давайте я вас в клипе своем сниму! Ты посмотри на него, он им еще и угрожает! Мама! Ой, мужики, а можно я вдарю? Ну, Миша, ты комсомолец? Нет, но в нашей организации тоже много молодежи! Ай, 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 бабушка, а что вы меня бьете? Да я бью, верба бьет! Вот что вы сидите, жюри, ржете? Помогли бы лучше! Конечно, вот прямо сейчас и помогут! Дорогая Оля, сегодня уникальная возможность! Не-не, только не Полякова! Я вот что, я вот принял, хватит вам быть стройбанами! Будьте у меня стройбэнд, а ну выпустите меня отсюда, я спродюсирую! Че, я раньше так не вышел? Представьте себе, новый проект Потапа! Время истекло вата! Всем тем, кто ушел из школы после девятого класса И понял, что сделал правильный выбор, посвящается Фу, я! Это стройка! Бригада номер ван! Эдуардыч, Сергеевич, Степаночка, Сян! Это стройка! Бригада номер ван! Давайте разнесем лигу смеха! Слам! Перфоратор, саморезы, лобзик, флекс, пила! Болгарка, наждачка, электрофреза! Пассатижи, плоскогубцы, тюбелясь, стамецка! Если понял, о чем речь, на стройке твое место! На работе нам кайфово, очень круто и лайтово! Короче, сложно словами передач! Сергеевич, попробуй внятно рассказать! Я как... Как... Как за... Как... Как... Эдуардыч, продолжай! А я на стройке время полезно провожу Много интересных лайфхаков нахожу Смотрите, как я себе пальцы звездану Девчонки, вот это маникюр! Вау, ееееее! Мы мастера, без нас никуда Мы строим дороги, возводим города Чтоб в ваших глазах не терять уважение Заявляем К Шулявскому мосту Мы не имеем никакого отношения Вот вы сидите тут в своих креслах удобных Смеетесь Елецкого и ему подобных Однако, правду сказать необходимо Мы строили квартал Еще до того, как это стало мейнстримом Это стройка Уникальный загар Это стройка Здесь горбит я взрывал Это стройка Ты ее слышишь Это стройка Теперь и к вам она ближе Это стройка Вы вообще видели, что там кран упал Ладно, вообще круто, круто, ребята, круто Молодцы, Настя решили, что вы теперь поите с нами Что, будем перед вами на разогреве выступать? Не будете перед нами сцену собирать? Да ладно, я пошутил Никуда мы вас не возьмем Чайка, Кобрин и Прорад Потап, Прорад Спасибо Беларусь Класс Молодцы, красавцы Чайка, Кобрин, Беларусь Тренер Леша Потапенко Никола Тесла, да? Придумал переменный ток В Стояновке переменный ток Понятие буквальное Пять минут есть, 45 минут нету Вечером вообще нету Итак, перенесемся в Стояновку Перед вами кроты юмора Давай! Давай! Мы вышли из дома Когда во всех окнах Погасли огни Один за одним Представили, как проезжает Последний трамвай Вай, вай, вай Не видно такси Не горит магазин В интернете ночами Никогда не сидим Я вроде нащупал тут лампочку Так что, прощай! Согласитесь, анекдотичная ситуация, да? Ваня, что у тебя в руке? Это лампочка Эдисона И что это значит? Значит, надо будет вернуть И как говорят у нас в Стояновке, учение свет, печенье плед, лечение бред. Включите свет, Киев, привет! Ну что, как вам лето? Просто мне вообще не понравилось. У нас был такой град, он мне все побил. Виноград, окна, жену. Ладно, жена заслужила. Нефиг было на улице спать. С соседом. Ладно, что у нас сейчас? Осень. Вот именно, осень. А ты взял и постригся. Или подожди, ты опять в поле во время сенокоса уснул. Я вообще-то в барбершоп сходил. В барбершоп? Подожди, ты просто знаешь, как в Стояновке поступают с геями? А? Как? Как с маринованными огурцами. Попку отрезают, солят и на зиму в подвал, чтобы одумался. Ладно, какая у нас тема? Какой-то мужик, который придумал переменный ток. Как его он? Никого Тесла. Вот. Видишь? Один раз в барбершоп сходил, уже в мужиках разбираешься. На самом деле, это Игорь Ласточкин. Он у нас играет роль Николы Теслы. Давайте ему подыграем. Давайте тоже. Здравствуйте, ваше электричество. Здравствуйте, здравствуйте. Да, да, все правильно. Я Никола Тесла. Король переменного тока. Владыка света. Повелитель молнии. Между прочим, сразу выехал на электромобиле. И я сюда приехал на электромобиле. Ваня, ты сюда приехал на троллейбусе. Троллейбус тоже электромобиль. И стоит, между прочим, больше, чем этот. 21-й век на дворе, ребята. Вы не можете отличить троллейбус от электромобиля? 21-й? Вы что, через век перескочили? А что вы нас с собой не позвали? Может, потому что вы дебилы? Или прикидываетесь? Игорь, ты, по-моему, забываешь, что мы из села. Если так будешь разговаривать, домой на другом кресле поедешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Че ты сказал? И как гласит закон Стояновского театра, Если на сцене банка с огурцами, значит, рано или поздно она обязательно стрельнет. А если на сцене, ну, примерно вот такой велосипед, значит, это Стояновка. Казнь на электрическом стуле. Ха-ха-ха. 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 Послушай. Ты или крути быстрее, или остановись. Ну, щекотно же. Ха-ха-ха. Я устал. Ты устал, потому что ты толстый палач. Ха-ха-ха. Я не толстый, у меня кость широкая. У тебя не кость широкая, у тебя пасть широкая. Ха-ха-ха. 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 Ладно, ладно, отдохни. А ты давай это, еще одно последнее желание. Ха-ха-ха. Хочу кофе с молоком. Ха-ха-ха. Ты что, прикалываешься? Ты же знаешь, что у нас нет кофе. У вас ничего нет. Ни казнь, а беспредел какой-то. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Короче, что у вас еще есть из последних желаний? Так. Из еды. Ничего. Из воды. Нет воды. Нет воды. Ха-ха-ха. Я придумал желание, давайте гитару. Принесите ему гитару. Сам сходи, что ты указываешь, иди. Ха-ха-ха. Вот. Было бы в Стояновке электричество, меня бы убило, и все. Ты бы домой пошел. А так сиди и мучайся. Ха-ха-ха. О, гитара. Ха-ха. Круто. У меня есть песня. Под небом голубым. Не пой эту песню. Стояновка живет. Я сказал, не пой. С прозрачными зарплатами. Заткнись. С козой возле ворот. У нас много хороших новостей. Недавно умер предпоследний гей. А последний гей ни с кем не мутит. Злится на меня, педали крутит. Ха-ха-ха. Ты заколебал уже. Да не обижайся. Давай ты сядешь, я педали покручу. Учеты. И пока ребята не успевают поставить табуретки, расскажу историю. Недавно был на свадьбе у друга. И там пошел в туалет и пересекся случайно с невестой. Невеста была немножко пьяненькая. Катка мне говорит, Ванечка, слушай, ты такой хороший. Как хорошо, что ты на нашу свадьбу пришел. Ты такой веселый. Ты мне еще в детстве нравился. А может, пока никого нет. Мы готовы. Готовы? Стояновский кинотеатр. Давай. Убедительная просьба. Семечки плюйте на пол. Не будьте свиньями, оставьте куром. Молодые люди, у нас со своим нельзя. Да шучу, шучу. Что бы мы без вас делали? Ставь телевизор. Ооо, что смотреть будем сегодня? Сегодня будем смотреть, включится он или нет. Не-е-е, не включится. Эээ, давай без спойлеров. Внимание, просмотр имеет ограничение 16 плюс. Блин. Да не переживай ты. Они что по-твоему, с линейкой проверять будут, что ли? Слава богу, а то эти мультики уже вот здесь. Давай, включай. Добрый вечер. Ооооо, здорово какие люди вообще! Здорово! 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 Как дела, как жизнь вообще? Нормально всё? Че смотреть будем? Да сделай потише Я че громко разговариваю? Вот так нормально? Вот так потихоньку Вот так буду говорить нормально? Че, 3D очки будете одевать? Нет, зачем? Я просто плююсь, когда разговариваю Нет? Хорошо, че будем смотреть? Не надо, давай лучше в приставку Приставку, хорошо, давай Представьте себе Sony PlayStation 4 Очень крутая Представили? Вот 11 человек в одной команде 11 человек в другой Выходят на поле Ровное, зеленое, травка пострижена Ни одной коровы нет вообще на поле Четкое поле Че ты гонишь? Нет таких полей Ну приставка же Эй, не надо приставки Ротику покажи Не, и ротику не буду вам показывать Я антенну вставлю, покажешь Ладно Давай эротику Ладно, ладно, ладно Ладно По одной карте Эй, а мне? Тебе 18 плюс исполнится тогда, да Пацаны Смотрите, что нашел Посмотрите Да посмотрите же Что там? Куда вы смотрите? Да расскажите Что? Короче Что это? Аааа Да это фиговый телевизор Я лучше показываю Да он фиговый, в него даже человек не залезет Вы все равно его не включите Почему? Потому что ему электричество надо Вот видишь, Игорь, со стояновкой, у тебя прогресс Ты единственный, кто был в телевизоре, в телевизоре Да, 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 Игорь, ты ведущий на «Рассмеши комика», в «Лиге смеха» участвуешь, там в разных сериалах снимаешься Скажи, у тебя все нормально? Можешь тебе денег дать? Откуда у вас деньги вообще? Как говорит мой дедушка, когда приходит на кладбище, вот все мои бабки То есть деньги у вас есть, а электричества нет? А может у нас потому и деньги есть, что электричества нету? С вами была Стояновка из Молдовы Игорь Ласточкин из телевизора Стояновка, Ласточкин И шесть баллов Спасибо! 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 Стояновка из Молдовы Игорь Ласточкин из телевизора Игорь Ласточкин из телевизора Станислав Владимирович, хорошенький тандемчик Мы 30+, вы 50+, а вместе мы 80+. 80+, 80+, господи, как мало осталось Давайте что сделать Короче, пропонуем объединить вашу акторскую майстерность и нашу цю, как и? Харизму Давайте акторскую майстерность Починайте с 30 и потом плавно перейдемо на Балтос 30+, это когда на веселле жива музыка и мертвые музыканти Мы точно знаем, почему наречена плачет в конце веселия Альона, я только что рассчитался Фотограф 7000 Лимузин 12 Миланские голуби 26600 Ребятки, все же готово Салют! Нееет! Египет! Яки Египет? Тут затока под вопросом Мальона! 30+, мы те поколения, яке грало на гитарах у подъездах 50+, это те поколения, яке казало Идите в свои подъезды играйте Безпечки ангел Безпечки ангел Так, я сказал по домам А собачку спущу Короче, Бакланович загоняется Ты летящий вдаль Безпечки ангел Безпечки Ну досталый Спускаю собаку Пацаны, ну я как? Мухтан? Ах, собака За что такие, Владимирович? Сынок За Лига Смеха Тут надо удивлять Владик 30+, это когда ты набиваешь собі тигра А вала брови в одного тату-майстра Ночный магазин на диване Ранее я чувствовал дискомфорт, незручность Я ніяко ввел среди людей Мне доводилось червонить перед друзьями Почались проблемы с друзьями Пока я не открыл для себя Друзья на карточки Но бабки Покет Про Теперь с чистым сумлением я не подаю же бракам Не залишаю чаю ві Легко відмовляю друзям в позиции Дружина мені знову довіряє И главное, я відчу на собі, що таке халява Переведіть гроші на карту прямо зараз Переведіть! Переведіть! 30 плюс Це коли твої речі доношує або батя, або родич із села В українських родинах завжди головний батя Але це не точно Боже, боже, вісім часу вечора Де в цьому житомирі можна в таке время лазить? Я не знаю Привет, мам! Привет, а ну дыхни на матір Ні! Ні! Не так, як ти любиш своїми пацанами в подвале На матір дыхни! Боже! Надо куронки менять Стасик! 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 Да-да-да-да-да-да Значить так Поговори з ним, як мужик з мужиком Я не знаю, що він зробив, але щось тут не то Поговори з ним нормально, як мужик з мужиком Дай постанову йому якусь Я тебе останній раз побережаю! Ти шо, дурочок? Ти знаєш, що вона ранена? Щоб не казала, киваєш гривою Що? Да, мама, да Мама, да Мамулька, да Да Я по цій схемі роботою 20 років Да, мама, да Тобі легко говорить, батя Поняв? Мені легко Легко Коли 20 год Вона каже, зроби кухню студію Зроби кухню студію, щоб як у святки Ти робиш, а на наступний день вона каже А чого це у нас в хаті ткне жареною рибою? А тоді, о, ідея Може нам двері назад повісить на кухню? Коли ти 20 год Щодня носиш Пижикову шапку Тому що це пам'ять про первоє свідання Цілий місяць п'єшто галімий чай Тільки тому що акція Ложицька в подарок Якщо її, то мама приїхали, мама приїхали А в мене так стара відьма приперлася А коли ти, синок, всю ніч мовляєш себе Що твоя жінка краще, ніж Анджеліна Джолі А воно не роботає Синок! Синок, послухай, батька Так, так, не женись, не женись, бо вони всі придуркувати Придуркувати Дурочок, я тобі кажу, дурочок Але я з ним поговорив, диви Опа! Ти почути, що тобі батько сказав? Опа! Опа! Стасік, ти мене почути, що я тобі сказав? Ні, нормальні в мене мужики Нормальні Просто іногда треба їх от... Збирайтеся, їдемо в село До баби До мами До мами! Так До мами! Станіслав Владимирович, непоганий тандемчик вийшов, а? Ага, ага Насправді ми хотіли вам зізнатися, що дуже вам вдячні За те, що ви нас обрали А як же інакше, хлопці? Ви ж саме серйозна, саме доросла команда, яка може і давлення поміряти Укол зробити Дрова порубати Картоплі привезти І все? Ні, що ж ваша ця Житомирська харізма Ага, ага Владимирович, так що, давайте фіналечку Давайте! Такі без мене Тут такі сквозняки, я бою, що до кінця ліги не протягну Угу! Ти коли будеш вдома, сміття тиждень стоїть Кран на кухні не робить, як з таким можна жить Ми 30 плюс Ми 30 плюс Для цієї родини я зірка А для тёщи не диму встаюсь! Красавцы! 30 плюс! Браво! Пані та панове, сьогодні в вашій увазі буде представлено три гумористичних номера. Перший гумористичний номер – случай в больниці. Другий гумористичний номер – батько та син. Третій гумористичний номер – мер міста Церичанки. І так, перший гумористичний номер – случай в Церичанській больниці. Людочка, ты такая худая, только потому что маску не снимаешь, когда ходишь на обед. Снимай маску, еда попадает туда тебе и... Доктор, можно? Мать твою, ты живой еще. Как ты чувствуешь, кто когда крякнет, кто не... Молодец, держи. Вы меня, наверное, с кем-то перепутали. Я Сидоренко. Нет, я Иванов. Да, Иванов. Ну, я анализы вчера сдал. Анализы, анализы Иванова, так. Ну, такое. Что значит такое? Ну, месяц максимум два жить осталось тебе. Как месяц два? У меня же просто насморк был. Месяц два написано. Что написано месяц два? Написано диагноз месяц два. Диагноз месяц два? Диагноз месяц два, моя печать. Да что вы за врач такой? Да хороший я врач. Что это за больница? Я пойду в нормальную больницу лучше. Эй! А? Я вас прошу, ну, может, есть какие-то лекарства, средства, таблетки? Таблетки записывай. Давайте. Но они тебе не помогут. Почему? Их надо пить четыре месяца, а тебе месяц два осталось. Так, все. Я вызываю полицию. Подожди, полиция лечится как раз. Николаевич, по работе иди. Что случилось? Я прошу вас разобраться. Это шарлатаны. Они наживаются на человеческом... Тихуй! Заявление сначала напиши. Хорошо. Мы его зарегистрируем. Так. Рассмотрим. Да. Отправим в район на суток. Сколько ждать, скажите? Месяц-два. Так, вы взговорились, да? Не дождешься, не дождешься. О-о-о, Юр, ты куда номера объявлять? В смысле? Так я аж с початку все объявил. Ну, вы ж такие концепты придумали. Все, давайте, пока. Подожди, Юр, но ты же наш тренер. Я вас прошу, ребята, мне самому нужен тренер. Ты никуда не пойдешь. Прекрати, отдай, слушай. Что? Что ты сделал, а? Где теперь ласточки на гастролях будут спать? Очень интересно. А куда это ты собрался? Это что, кукла Могилевская? Дай сюда. Это кукловуда Могилевская. Это я на битве экстрасенсии. Мне надо развиваться. Так, вот вообще интересно. Тихо, тихо. Шутки Юрия откачай. Интересно. Я просто в настройках еще не разобрался, а потом на Лигу смеха поменяю. Так, сейчас почитаем. Иди на битву экстрасенсов, это невозможно. Что? Не понравились мои шутки? Нет. Зато очень тонкий актер. Такой же тонкий, как и шутник, да? Ха-ха-ха. Объявляй номер. Второй юмористический номер о неловкой ситуации в семье. Сына, я там полку хочу прибыть. Ты не видел, где молоток находится? Молоток на балконе, на тумбочке. Пойди, посмотри, молоток там лежит. А я смотрел, там нема есть. А этот, в шкафу, во второй шухлядке. Пойди, посмотри, молоток лежит. Там тоже нема. Пап, молоток. Руку убери. Чуешь, сына? А как ты там в школе учишься? Хорошо. Хорошо. Чуешь, сына? А у тебя девочка есть? Есть. А как зовут? Катя. Катя молодец. Катя умничка. Ты знаешь ее? Что? Кого? Катю знаешь? Не, Катю не знаю. Мальчики, идите кушать. Да ты будешь уроки делать или нет? Мать, у нас мужской разговор. Че я приходил? Полку прибил. Где молоток? У дяди Игоря. Все, пока. Подожди пока. Что такое? Как ты пошел, актер? Что такое? Хорошо номер сыграли, давай еще один. Что, какой еще один? Ты мне хоть одну причину расскажи. Че я должен с вашей царычанкой залишаться? Хорошо, если ты нас доведешь до финала, царычанки тебе мэром сделают. Как? Вот так вот возьмет большая обезьяна тебе в руки, поднимет над домом культуры, внизу соберутся люди. Воу, все, ты наш мэр. А ничего, что это в мультике королев было. У нас точно так же мэра выбирают. Тебе надо чуть-чуть поспать. Не, попробуй, попробуй. Поспать. А пока вы здесь сидите, действующий мэр царычанки пытается пройти на наше выступление. Как ты не пускаешь меня в зал, ты собака? Я не пущу вас в зал, потому что концерт уже начался. Концерт начался? Да я мэр царычанки, Владимир Александрович, скотина. Ну, не фамилия, в смысле ты скотина, понял? Я понимаю, что вы мэр царычанки. Но вы ведете себя неадекватно. Сейчас, нормально сегодня? Да, нормально. Нормально сейчас? Да, но вы в спортивном костюме. Да, мать твою, я в нем женой венчался, к вам нельзя или что? Ты знаешь, что моя жена? Одноклассница Зеленского, понял? Ну, не эта, другая. Дай покурить. Маник, у тебя очень серьезный... Что, с табаком, что ли? Ладно. Маник, у тебя очень серьезные проблемы, Маник. Ты даже не подозреваешь, какие проблемы тебя ждут. Ты просто подумай хорошенечко, да? Почем билеты там у вас? Два куплю, бабки ездят. Остались места за полторы тысячи. Полторы тысячи, это получается... Полторы... Это больше, чем сто, да? Конечно, больше. Если больше, чем сто, то это... Больше, чем два по сто. Так, вы издеваетесь или что? Давай так, два по сто и на туся. Так, у вас совесть вообще есть? Есть хоть капля сострадания? Есть вообще или нет? Последний день на планете живу. Что вы рассказываете, я вам здоровый человек. Слушай, я столько сегодня употребил, меня когда пустят, я точно сдохну. Тогда тем более я вас не пущу. А что ты так возбудился, усиками с ними затряс, а? Ты, прусак. Усы твои прусячи. Так и хочется. Ладно, не бойся. Я сказал нет. Пойдем на улицу поговорим, пойдем, пойдем. Не хочешь говорить, давай постоим. Нет, давай сядем, ты что-то стоишь днями, собака. Че ты не пускаешь меня там, а? А? Опа! Ты еще знаешь, что я? Ты еще был в царичанке, ты? Дурдом, не был я вашей царичанке. Ты не был в царичанке? Да на небе только разговоры о царичанке. Это пальма, это песок. Че ты свет выключил вообще? Да никто свет не выключал. Опа! Зрение пропало. Полдня жить осталось, дай хоть команду послушать, ну. Так, все, иди отсюда, давай. Пошел. Стан, отпусти, отпусти меня, отпусти меня. Отпусти, отпусти меня. Не буду я вашим мэром. Что это за обезьяны? Что это такое? При чем есть обезьяны? При чем есть ДК? Я вообще высоты боюсь. Юра, успокойся. Что значит успокойся? Господи, все нормально, все успокоился. Вы просто хотели тебе по знакомому еще с одним членом нашей команды. Не надо, все, хватит. Все, больше ничего, не надо мне ни с кем знакомить. Хорошо. Я, конечно, не против никаких знакомств, но надо все логично делать, понимаете? Логично. Ну, хорошо. А че такая музыка страшно играет? Нет, все нормально, Юр. Юр, все хорошо. Точно? Да, да, все. Ребятушки, я вас очень прошу, пожалуйста, что все было хорошо, да? Все нормально? Да. Юр, знакомься? Можно я не буду поворачиваться? Ну ты компанейский парень, ну познакомься, ну. Боже мой, цейши кто такие? Юра, где твои манеры? Во-первых, это Анна. Во-вторых, ее зовут Анжела. А че она такая страшная? Она шо, Путина съела? Юр, ну перестань. Юр, ну перестань. Откача! Да, очень круто. Ребят. Анжела. Юра. Я не знаю, кто это. Авриена.